Сибирский федеральный округ стал меньше. Из его состава вышли Забайкальский край и Республика Бурятия. Теперь регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу. Указ о переводе подписал президент России. Владимир Путин дал правительству три месяца на то, чтобы привести свои акты в соответствии с этим указом. В Сибири осталось 10 регионов. Республики Алтай, Тывах, Акасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. На этой неделе специалисты Управления социальной политики начнут поквартирный обход ветеранов в цель выявить потребность в установке телевизионного оборудования для приема цифрового сигнала. Напомню, в середине января 2019-го будет отключено аналоговое вещание телевизионного сигнала, лишатся те, у кого сейчас возле логотипа канала буква «А». Это возможно при следующих условиях. Первое, технический телевизор может принять цифру, но требуется его перенастройка. Второе, населенный пункт пока не охвачен цифровым вещанием. Этот вариант исключен во всех районах Норильска, включая Снежногорск. И последний вариант – телевизор устаревшей модели и принимает только аналог. В таком случае необходимо купить специальную приставку. Ее стоимость колеблется от 800 рублей до нескольких тысяч. Выкроить эти средства могут не все. Выявить тех, кому потребуется материальная помощь, задачи органов соцподдержки. Ее будут оказывать адресно. Если будут обращения в следующем году, то, опять же, это должны быть малобеспеченные категории края. То есть не так, чтобы доход хороший. В этом случае, да, будем оказывать материальную помощь, в том числе и на приобретение соответствующего оборудования, если потребуется. По ветеранам, безусловно, пройдем. Материальная помощь как у вас нет? Крайовая программа предусмотрена оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации до 15 тысяч рублей на 1 человек в год. В Красноярском крае с 1 января 2019 года имущественный налог будет исчисляться по-другому. Сейчас он рассчитывается, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости, а будет и с кадастровой. Соответствующее решение приняли депутаты Согонодательного собрания края. Новая методика начисления налога просто необходима, считают народные избранники. Ведь сейчас колоссальные средства платят в основном жители старых домов, а владельцы новостроек, возведенных после 2013 года, освобождены от счетов. Инвентаризационная стоимость, которая принимается для числений налога, она была сделана достаточно давно. Она, конечно же, не пересматривалась. И фактически в последние годы к этой стоимости применялся некий дифференцированный коэффициент, который, кстати говоря, сильно рос. И вот обращения граждан в последние годы, в том числе, кто уплачивали налоги, спрашивали, почему у нас они растут. Основной мотив для нас это, конечно, вовлечение в налоги, в налогообложение большого количества налогоплательщиков, которые сейчас просто не могут даже при желании заплатить налог, потому что инвентаризационная стоимость с 2013 года уже не определяется. Специалисты считают, что повышение в первую очередь коснется владельцев старых квартир, так называемых хрущевок. Вероятно, в Норильске и северных территориях, где спрос на квартиры невелик, суммы налога не подрастут или даже станут меньше. А вот в Красноярске налог, скорее всего, повысится. Власти предусмотрели плавное увеличение финансовой нагрузки на людей в течение четырех лет. Ежегодно нельзя будет увеличивать налог более чем на 20% от разницы между кадастровой и инвентаризационной стоимостью. Например, если человек в 2019 году заплатит 1000 рублей, то в 2020 сумма не может быть выше 1200 рублей. К слову, сборы по налогу на имущество поступают в местный бюджет, поэтому теперь горсоветы муниципалитетов Красноярского края должны принять решение о ставках. Депутаты могут как повысить их, тем самым повышая и налоговое бремя для жителей, так и снизить. Ровно четыре дня осталось на то, чтобы поддержать полицейского из Норильска. Амиран Мамуладзе претендует на звание «Народный участковый». Напомню, он вышел в финал всероссийского конкурса. Правда, пока до лидера ему далеко. У Амирана Мамуладзе чуть более 800 голосов. На первом месте полицейский из Алании. Его результат около 17 тысяч голосов. С небольшим отрывом отстает участковый полномоченный из республики Коми. За него 15,5 тысяч человек. Отмечу, онлайн-голосование проходит на сайте газеты «Комсомольская правда». Оно завершится 10 ноября ровно в 24 часа по московскому времени. Победителей наградят 16 ноября, накануне профессионального праздника участковых уполномоченных. А завтра в программе «Текущий момент» начальник Норильской полиции Геннадий Маслов. Разговор в прямом эфире начнется в 21.00 на телеканале «Россия-24». Направление ветра в лицо. Приехал на пару лет, остался до пенсии. Лето короткое, малоснежное. Подведены итоги конкурса «Норильские цитаты». Организаторы «Заполярный филиал» и «Ассоциация норильских дизайнеров» благодарят тех, кто откликнулся и разместил на своих интернет-страничках фразы и крылатые выражения о Норильске. Отобраны 12 цитат, которые как нельзя лучше характеризуют наш город. Все они получат оригинальный дизайн и займут достойное место на сувенирной продукции. А некоторые из них будут размещены в Норильском аэропорту. Эти цитаты помогут приезжим получить правильное представление о Заполярье. Все победители конкурса будут приглашены на открытие проекта «Норильские цитаты в аэропорт», где им будут вручены сувениры с их цитатами. Россия отметила День народного единства. Дата установлена в честь важного события в истории – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздничные мероприятия традиционно прошли по всей стране. В Норильске отмечать начали еще в субботу. В ГЦК горожане изучали культуру народов России, покупали подделки, фотографировались с моделями в национальных костюмах. На праздничном концерте подвели итоги фотоконкурса «Ягодный сезон», который прошел в рамках фестиваля «Северная ягода». Также горожан поздравляли творческие, танцевальные и вокальные коллективы. Аталнах и Каиркан подхватили праздничную эстафету на следующий день, в воскресенье. В городе Мастеров побывала Вера Шелепова. Город Мастеров развернулся в холле юбилейного, а школьники сразу же отправили создавать украшения народов Севера. Все это мы приготовляем сами из кожи. Берем кожу, которая уже не нужная, и просто применяем это все в дело. Мех точно так же. Берем вот это, нарезаем вот такие полосочки и их потом используем. А здесь выставку изделий ручной работы открыли представители украинской диаспоры и норильской казачьей общины. В экспозиции скатерти, рушники, салфетки и куклы. Их создала Надежда Шемрук. Подполковник таможенной службы сейчас на заслуженном отдыхе и времени даром не теряет. В ход идут синтепон, проволока, капроновые колготки и детская одежда. В коллекции есть моряк, житель тундры и даже маленькая Надежда Шемрук. Своим увлечением мастерица обязана внучка. В Каиркане есть студия кукольная. В свое время, когда я попала на выставку случайно, у меня внучка попросила бабушка купи куклу, но их не продавали. Мне пришлось три месяца ездить сюда, в Каиркан, обучаться этому ремеслу. Для полного погружения в традиции и культуру народов можно было примерить национальные костюмы. Очень хочется прикоснуться к каким-то народным истокам. Наверное, облачившись с Польшей, ощущается связь с предками, с Русью, единство народов. Бросил и батькой маты до нашей хаты. Заход на провороч. Украинская кухня. Те, кто проголодался, а главное имели пригласительный билет, поднимались на второй этаж, где проходил фестиваль блюд кухни народов мира. Например, украинцы почивили гостей квашеной капустой, варениками, салом и тыквенной кашей. Очень, очень вкусно. Очень вкусно. Особенно понравилась каша из горбуза. Никогда не пробовала, такая вкусная, тыквенная. Оказывается. А мне все нравится, все вкусно. Я всеятная. Была и русская кухня. Ее представляли ученицы 11-й гимнадии. В фестивале они готовились под чутким руководством педагогов. В основном мы использовали выпечку. Это всевозможные пироги, пирожочки и огромный пирог с разными начинками. Мы использовали для начинки рыбу, картофель, мясо куриное, пищу, лук, яйца. Каждый пирожок сделан с любовью, говорят школьницы. Свою кухню на фестивале представляла и киргизская диаспора. Манты, баурсаки, самса, плов. Стол просто ломится от такого количества блюд. Больше всего понравилась киргизская кухня. Она очень вкусная. Конечно, очень интересная. Во-первых, люди познают что-то новое из кулинарных изысков. Потому что чак-чак, мы не знали, что такое. И вот сейчас попробовали. Победителя фестиваля выбирали голосованием. Больше всех жетонов, а значит и всенародную любовь получила киргизская кухня. И, конечно, какой праздник без песен и танцев. В кинозале юбилейного прошел большой концерт под названием «Норильск. Наш общий дом». Вера Шелипова, Евгений Жуков. Вести. Норильск. Норильск отметил Ночь искусств. Всероссийская акция прошла сразу на нескольких площадках. И на каждой своя тема самой творческой ночи года. На музейных площадках провели идеи конструктивизма. В театре провели международный транспортный коридор «Север-Юг». Оксана Завгородни успела побывать повсюду. Стартовала Ночь искусств в художественной галерее. Посетители погрузили в эпоху авангарда. В двух залах работала выставка работ Александра Родченко с его уникальным конструктивным миром. Особую атмосферу создавали пионеры и строители новой коммунистической жизни. Золотая эпоха в советском времени. Потому что это подъем городов, подъем промышленности. Столько надежд у общества. В соседнем зале делилась идеями Оксана Девочкина. Первый резидент нового сезона пол-арта уверяет, если правильно смешать герба, решлак и строительный материал, может получиться шедевр. Вмешаешь чуть больше клея, пойдут трещины. Вмешаешь чуть больше земли, будут теплые какие-то оттенки. Уголь вмешаешь, холодные оттенки белого. А музей Норильска на одну ночь превратился в городской парк прошлого и будущего с настоящим оркестром и проектами архитекторов 40-х-50-х годов. Специалисты предлагали накрыть Норильск куполом, создать водоемы и даже сады Семирамиды. Сады расположены лестницей. Вы видите, какой у нас городской ландшафт. У нас с горы на гору. Поэтому вот такой каскад из садов, он тоже может жить и в нашем городе. А в это время в заполярном драматическом горожане прошли знакомым маршрутом отпускным на юг и обратно. Открыла вечер выставка художников театра Фемистокла и Ольги Атмадзас. Экспозиция органично вписалась в театральную ночь. Скоро художники переедут на материк, на ПМЖ. За почти 10 лет жизни на Крайнем Севере Фемистокл и Ольга оформили около 40 постановок. Качество спектакля зависит не только от художника. Это некий ансамбль работы артистов, режиссеров, художников, всех служб театра. И вот таким наиболее удачным синтезом я считаю Дядя Ваня. Познакомившись с эскизами и макетами, норильчане узнали, сколько кропотливого труда вложено в создание каждого спектакля. С этой информацией зрители и отправились в путешествие. Наслаждались пением бардов в летнем кафе, лепили африканские пельмени с мясом северного оленя. Раз! Все очень просто, движение идет. Раз! Ночь искусств подарила норильчанам заряд положительной энергии, который должно хватить на долгую полярную ночь. Оксана Завгородняя, Андрей Казак, Вести Норильск. К слову, сегодня заполярная Маяковка отмечает свой 77-й день рождения. Норильский драматически был создан на базе Игарского заполярного театра. Открытие состоялось 6 ноября 1941 года. Миниатюрами на тему Великая Отечественная война. Подробнее о том, как ночь искусств прошла в Норильске, узнаете в ближайшую пятницу в 20.30 на телеканале «Россия-24». В таймырском поселке Носок полицейский прострелил ногу вахтовиком. Применить табельное оружие стражу порядка пришлось, чтобы отбить у мужчин молодую девушку. Двое строителей, работающих на севере вахтовым методом, насильно удерживали северянку в помещении и, кроме того, затеяли драку. Участковый попытался побеседовать с дебоширами, но дверь ему не открыли. Тогда он решил проникнуть в дом через окно и вывести потерпевшую. В этот момент на него и набросились подвыпившие строители. В результате полученных телесных повреждений сотрудник полиции с целью самообороны применил табельное оружие, а именно выстрелив предупредительные два выстрела, после чего применил данное табельное оружие в отношении одного из подозреваемых в настоящее время лиц, после чего задержал их обоих. В настоящее время один из подозреваемых задержан, ему избрана меры пресечения его в виде заключения по стражу сроком на два месяца. Второй подозреваемый, получивший огнестрельное ранение, в настоящее время проходит лечение в таймурской больнице, после чего в отношении него также будут избраны меры пресечения. И о спорте. В Норильске прошел чемпионат силовых структур по армейскому рукопашному бою. На татаме вышли команды ГУФСИН, отделы МВД, МЧС, военного гарнизона, Национальной гвардии, а также бойцы Федерации РБ. Всего более 60 человек. Секреты победителей поединков знает Владимир Бачкун. Этот чемпионат, как и десятки других, начинается с парада и гимна России. И все же отличие от обычных соревнований есть. В одном ряду стоят и мальчишки 16-17 лет, и спортсмены Федерации армейского рукопашного боя, и представители силовых структур. Правда, на этот раз форменную одежду они поменяли на кимоно. Пошел заниматься сюда для того, чтобы, поскольку работал на улице, необходимо было бы применять физическую силу в соответствии с законом. Но для того, чтобы были силы, нужно заниматься спортом. Отражать нападения должны уметь не только полицейские и военные. Например, Андрей Шубин, учитель физкультуры в школе номер 20. Его тактику ведения боя оценила вся судейская комиссия. В поединке он одержал бесспорную победу. Что самое главное в рукопашке? Пожалуй, то, что и в любом другом виде спорта. Лично для меня выносливость, потому что выносливость определяет полностью ход боя, ход поединка. Поэтому мы стараемся на тренировках больше внимания этому уделять. И, конечно, важно соблюдать правила. Например, за запрещенный болевой или удушающий прием удар в затылок, горло, по позвоночнику вынесут замечание. Повторные нарушения чреваты предупреждениями. После второго – дисквалификация. А вот четкие удары по корпусу, ногам и голове принесут бойцу немало баллов. Одобрение судей и подбадривающий гул зрителей вызывают и грамотные броски. Молодец! Подборачивайся! Максимальное количество очков за так называемый технический нокдаун. И если соперник кликом или ударами по татаме даст понять, что не готов продолжать бой. Как оказалось, на рельщане народ выносливый и признавать поражение никто не хочет. Поэтому судьи ограничиваются подсчетом баллов. Единогласная победа в одном из поединков досталась спортсмену Федерации армейского рукопашного боя Юрию Списевцеву. Несмотря на красивый бой, к себе молодой человек относится критично. Каждая победа по-своему хороша. Не знаю даже, как сказать. Но данный бой меня не удовлетворил. Я быстро устал. Вититовский его провел. Чисто просто на наследие. Этот чемпионат был организован в поддержку войсковых частей, находящихся за полярным кругом. Но он не любительский. Турнир является квалификационным, которым будут присваиваться разряды и степени, конечно, мастера спорта по армейскому рукопашному бою. В результате 10 человек получили первые разряды. 8 теперь носят гордое звание кандидатов в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Что касается лучших команд, то бронзовую медаль у сборной ОИК-30. Серебро поделили полицейские и сотрудники Нацгвардии. Ну а первое место заняли спортсмены, для которых армейский рукопашный бой больше, чем спорт. Победитель соревнований – военный гарнизон. Владимир Бачкун, Маргарита Батыченкова и Евгений Жуков. Вести. Норильск.